Немножко тряска, я буквально в двух словах вам скажу, что это будет два видео. Первое видео это я увидел как девочку, которая выступала против закона про мову, которые приняли, атакуют несколько активистов, которые задают ей вопросы. Я не вступал в этот разговор, потому что в общем-то я не согласен с обеими сторонами. Однако мне захотелось в определенный момент как-то отвести немножко в сторону от нее этих людей, потому что ну все-таки она одна, а их очень много. И я задал им уже встречный вопрос. Как оказалось, потом это порохоботы, ну то есть явные, да, потому что есть же там националисты, которые не обязательно порохоботы, это оказались явные порохоботы. И об этом будет вторая часть этого видео. Пока что предлагаю вам посмотреть первую. Мы видели масштабы Шпицарии, масштабы Украины Шпицария, это как одна маленькая область Украины. То есть они полюняют цифры Украины. Какая разница? Так наоборот, если она меньше там наоборот, должны были больше за это бороться, потому что чем меньше область, тем опаснее. А вы в Квебеке не понимаете разные языки? Там сейчас не лишают ни слова, царские новые выборы. Есть французский язык еще. А как такая ксенция народного языка? В Канаде есть вообще Квебек. В Квебеке есть свой язык Квебекуа называется. Там вообще маленькая народность это. Живет посреди Канады. Им разрешают говорить на этом языке. Даже в их области он, ну как второй язык. Как вы встали в машине. Давайте повернемся до ключевого питания, чем сам этот закон и сколько у нас. Потому что делят всех направленных украинцев и неправильных. Почему? Если какой-то депутат говорит по-русски, допустим, он представляет украинскую страну. Он должен говорить украинской языкой. Он представляет тех, кто его выбрал. Его выбрали. Если выбрали Юго-Восток, Юго-Восток, мы все русскоязычные. Я не знаю, в какую часть Украины представляет. И ему удобнее донести до нас правду на русском языке, Юго-Востокному избирателю. И почему вот эти вот законы, к чему они? В Конституции написано, что государственная мова украинская, что вам еще не нужно. В какой стране вы еще пытаетесь? В Украине. В какой мове я могу говорить? В какой мове я могу говорить? У меня украинская, да. В какой мове я могу сказать? В сути, как командиры, как украинские. Витамин в том, что Российская Федерация использует так же мовное питание, чтобы двигать тут свой русский мир. Что стало питанием начала войны? Никакой мир не задвигает за русским миром. На Донбассе происходит конфликт тех, кто одного. Чекайте, чекайте, чекайте. А Крым украин и Россия? Крым украинский или не украинский или не украинский? Это ворожая футболизация. Я не кричанка, я за Крым говорить не буду спросить. А Крым это Украина? Крым это Украина? Написано в географии в карте Украина. Ну, а как вы считаете? Как вы считаете, Вася? Вот сейчас Крым это Украина или нет? На нем сейчас нет юрисдикции украинской. Я очень хочу, чтобы Крым вернулся в Украину. Но поверьте мне, ребята, с такими законами Крым точно сюда в скором будущем не придет. Нужно уважать, потому что нужно уважать людей. Почему эти люди против, почему эти люди решили очевидиться? Потому что они против вот этого... Он не верю, что не виделись. Чи на них напав Путин? Я не знаю сам. С кем мы лоюем, пожалуйста, у нас? Значит, а воюем вообще прикольно. У нас такая ситуация, просто взяли, воспользовались нашей гляжанской войной. Гражданской войной? Вы серьезно? Все понятно. Россия агрессия. Встречает Россию. США, воюю, другая, Украина и Россия. В нашей стране. Вы вы, извините, только знаете? Доброе. Я побежал. Но вы тут бесполезно. Бежит, бежит. Дверьте, я хочу так сказать. Сколько мы граждане данной страны? В Конституции написано, что украинская мова, вона державная. Но она не закреплена никакими законами. Никакими. А этот закон, который приняли сегодня, он закрепляет государственную мову на государственном уровне. В ровне службах разных, на депутаты, чтобы просто, когда человек, который приезжает из Европы, она понимала, что тут не Россия, что это Украина, что тут разговаривают украинскую мову, хотя бы где-то. У нас есть свой национальный план, у нас есть своя Конституция. И так всем понятно, что это Украина. Так, и у нас есть еще ворог, который нас добивает уже 300, больше, даже 300 лет, и он хочет нас уничтожить. Ну, 300-200 лет неправда. Вспомните, вот когда была вторая Великая Отечественная война? Это не была Великая Вечерственная война, потому что Украина просто стала тоди наибольшей, и тогда никак это не была Великая война, это была резонина украинского народа. Это была резонина со стороны Гитлера и Германии. И кто нам помог? Россия, Беларусь, Казахстан. Они вывозили украинцев на Закавказ, они вывозили на Сибирь, они этим-то помогли Украине, они этим-то помогли украинскому. Они украинскому оборудовали Дмоголодомор 1921-22, 1923. Дмоголодомор произошел за недостачи продуктов. Это природа. Это природа продуктов, мы забрали людей. Какой недостачи? Чекайте, давайте вот так зупинимся. Какие телеканалы, где вы черпаете информацию? Зупинимся на том, из каких телеканалов, из каких интернет-ресурсов? Я читаю страну UA в интернете, вести. Я считаю, что это самые хорошие сайты, на которые самые фантаподобные. А из канала 112, Ньюзван, наш канал. Читает из них? Это Роскеве, Роскеве, Роскеве. А прямой это люди, которые облизывают задницу ворам, которые на крови Майдана, на крови ребят с Майдана. Пришли во власть и деребанят нашу страну уже 5 лет. Я надеюсь, что Зеленский им эту лавочку закроет. Ага, хорошо, вы знаете, Зеленского. Я не хотел торкать эту тему сейчас в политике. Смотрите, я уверен, что те блоки, которые были на Майдане, погнули там, оскільки много из них есть нашими друзьями, много из них есть сейчас на Сходе, они поддерживают точку зрения того, что Россия является спокойствием врага Украины. И поэтому, я думаю, что вам стоит рассмотреть это вопрос о истории детальнейше и интересовать, как украинцев уничтожили в порядке тысячи лет, можно даже так сказать. Потому что борьба продолжает с 1500 года. Скажите, вот вы говорите, что Россия в районе Украины, и если что, вы сразу говорите про Путина. Ну смотрите, Россия, это же не только Путин, это миллионы людей. Так, мы Путина не згадывали. Ну, в принципе, на каналах, которые... Девшина, смотрите, Россия напала на Украину, так? Она же напала на Украину в 2014 году, она окупировала Крим, и она напала, аннексовала деякие территории на сходе Крины, так? Ну, вы погоджитесь со мной, чи не? Это не есть совсем так. Потому что, ну, насчет Крыма, понятное дело, что там аннексировали, окей. Но насчет Донбасса, это воспользовались конфликтом двух мнений. Есть люди, которые были за вот это, то, что на Майдане произошло, а были люди, которые не были согласны с этим. И у них начался конфликт этим воспользовались американцы, потому что куда американцы не прийдут, Сирия была процветающей страной, стала в руинах Лилия, да, Лилия. Ну, а нас в чем-то и в нас стало такое, что там стало? Потому что там то же самое, гражданский конфликт, Камерика, изброи. Потому что тут химическую зброю кидает Россия. А вы знаете, что на территории Украины, на минуточку, в Харьковской области, Америка разработала целую лабораторию вредоносных смертельно опасных бактерий, которые выпускают... Власне, против москалей будем воювать, так. Дивите, девочки, мы не хотим дать продолжить эту rozmову, сколько я вижу, что вы не знаете достоверную информацию. Я знаю, что прекрасно. Да, все это в заводе. Потому что вам вяжут лапшу на уши. Так, нам вяжут лапшу на уши тих хлопцей, которые были на Сходе, тих хлопцей, которые были на Майдане. Мы не димемся никаких телеканалов на данный момент, что я говорю за себя. Черпаю информацию, в суд, из тех хлопцей, которые там были, которые это видели. И я хотя бы как-то это понимаю. Сам был на Сходе один раз, не был под лініей размножения, но я был очень рад, когда хлопцы и азовцы, они просто, ну, не поверили, что... Я бы приехал со своей девушкой туда, и они не поверили в то, что в Закирной Украине может туда приехать. Вот что я хочу сказать. Там нужна поддержка, но мы должны понимать, что Россия является врагом, сколько она напала на Украину. И, соответственно, если Россия напала на Украину, и она является врагом Украины. Почему россияне говорят, мы анексовали Крым, мы напали на Украину, а не наша влада напала на Украину. Поговорите на это. А кто это мы? Я представитель общественной организации, вектор перемен. А кто пирует этой организацией? А кто их финансирует? Ага, не вряд ли, потому что нас никто не финансирует, мы только начали развиваться. Вот, дивизия, я могу сказать про нашу организацию. Организация «Вильные люди», она финансируется диаспорой Канады. Организация МНК, она финансируется шлангским универсиями, этих членов. Ким финансируется ваша организация? Наша организация финансируется самой лучшей валютой, идеей наших людей. Идеи ваших людей? А кто большие люди? Это сторонники, которые тоже не согласны с вот этим всем балаганом, который сейчас происходит. А какие балагандары здесь бывают? Чекай, а какие балагандары здесь бывают? Балаган такой? Обыкновенный, то, что разделяют одних людей и других. Эти правильные украинцы, эти неправильные украинцы. К чему это? Я распределяю. Эти депутаты хорошие, эти плохие. Кто разделяет? Кто? Вот ты выкажи, разделяется. Кто разделяет? Кто разделяет? Власть, которая была эти пять лет при... Влог Петра Порошенко. Ага, уууу, классно. Самопомощь. Самопомощь? Да, свобода. Ну, все, ну, после таких роменджер просто не маем ничего, что сказать. Хочу, ну, сейчас уже наголосить. Вы тоже в том числе. Закон 5670D, чекайте секунду, закон 5670D мав больше двух тысяч поправок. Это единственный закон, который подали в Верховной Раде с такой кількостью поправок. И вы потом, ну, эти поправки вносили и как и ОПО-блок, и как и независимые депутаты. Вы вносили поправки в свой помойленный рейт. Вы понимаете? А вы после этого заявляете, что он живет. Что я переприкнула? А вы читали особистый мовный закон, против которого вы читали? Да, там можно вычитать. Читали? Вы читали? Честно? А сколько там в странице? Я не считала, сколько там в странице. Ну, а так. Примерно. Три, четыре, четыре. Чисто.